Добрый день, дорогие друзья! Я с радостью приветствую вас в светлой, радостной студии телеканала Думская ТВ на своей авторской программе «Достояние Одессы». Это программа о людях. Что есть более ценного у Одессы, чем ее люди? О людях, на плечах которых, как на плечах вот этих вот замечательных атлантов с улицы Гоголя 2, которые поддерживают, кстати, старинное здание, так вот на плечах этих людей держится Одесса. Это люди дела, которые творят, созидают, строят, и, в общем-то, собственно говоря, они, а никто другой, ни политики, ни государственные чиновники определяют развитие нашей страны, развитие Одессы, движение ее вперед. Я недаром начала с того, что сказала, что эти атланты мои поддерживают здание, такую архитектурную жемчужину Одессы 19 века. Сегодня у меня будет встреча с человеком, который определяет, в буквальном смысле этого слова определяет облик сегодняшней Одессы. Человек, который представляет древнейшее искусство, архитектуру. Это удивительная вещь. Я очень люблю архитектуру, и когда я езжу по миру, я узнаю город благодаря архитектуре. Так вот, сегодня мы поговорим об этом с удивительным, замечательным человеком, прекрасным архитектором. Я посмотрела его работу и получила громадное удовольствие от того, что он делает. У меня в гостях сегодня заслуженный архитектор Украины Александр Леонов. Здравствуйте, Александр. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте. Грустный съем из детства, как позитивное, так и негативное. И я знаю, что профессия очень часто формируется тоже окружением. И это не просто праздное любопытство. Детство Александра Леонова. Откуда возникла тяга и любовь к архитектуре? Ну, наверное, так было запрограммировано, так как у меня дедушка с бабушкой строители, мама с папой архитекторы. Ну, в свое время я больше думал о дизайне, о промышленном дизайне, о дизайне автомобилей. Но в то время дизайн автомобилей в той стране был так сложный, очень сложный. На уровне Жигулей. Да, на уровне Жигулей он просто был очень консервативен и зажат в определенных рамках. И мама мне в конце 10 класса или там в 10 классе сказала, говорит, слушай, ну, надо попробовать архитектором попробовать, а там дальше поучишься и пойдешь дизайнером, если захочешь. Что угодно можно дальше. Вот, так как я проводил много времени у мамы на работе, у папы на работе, видел, как они работают, ну, было мне это близко. Рисовал, поступил, выучился. То есть погружение вот в эту вот среду, она много определяет для ребенка? Ну да, конечно. То есть ты видишь все стороны этой жизни, и она тебе либо нравится, либо не нравится. То есть если с детства мне нравилось складывать кубики в какие-то домики, то, наверное, это было уже о чем-то говорило. И мама это видела, то есть родители-то это точно видели, что к чему склонность. Ну это же понятно. То есть я петь не мог, танцевать не очень. А это да. А это да. Это гены какие-то еще, плюс ко всему. Плюс гены. Помимо всего прочего. Ну, а что может изменить желание человека и изменить его профессию? Может быть, для кого будет жизнь человека? Как вы считаете? Ну может, желание должно быть. Своё внутри какое-то убеждение, желание чего-то достигнуть. Что ты хочешь в этой жизни? Один хочет достигнуть финансовых каких-то высот, другой хочет рисовать прекрасно, третий – танцевать. То есть желание внутри. А можно уйти от того, к чему ты уже был привязан, то, что навязали тебе родители какую-то профессию, а ты к этому не склонен, либо что-то в жизни кардинально изменилось, и ты изменил. Ну, у меня старший сын учился на архитектора и теперь учится на лёте. Потрясающе. И он будет летать. Надеюсь. По-видимому, любовь к полётам, где-то, видимо, что-то случилось, что его… Наверное, вы сами ему и показали это. Ну да, да. Ага. Не без родителей это. Не без родителей. Значит, вы сами ему это и показали. Это очень важно показать. И важно, видимо, иметь хороших учителей. Наша школа архитектурная всё-таки. Я знаю, что вы поездили много по миру. Поскольку мы заговорили об образовании, немножко поговорим сейчас об этом, чтобы перейти к второй части нашей программы. Наша архитектурная школа. Конкурентоспособна ли она? Каких она готовит архитекторов? Какие новые тенденции необходимо внести в нашу школу архитекторов? И вообще, насколько мы не разучились это делать? Отстали или не отстали? Ну, школа, к сожалению, не сильно конкурентоспособна. Если самому ты не задашься целью дополнить своё образование где-то ещё, то сейчас она не сильно конкурентоспособна. Это печально, но это факт. К сожалению, сейчас образование как-то интересно деформилось до такой степени, что студенты, приходящие на работу, иногда даже не помнят фамилии своих преподавателей, не знают их. Это очень тревожный факт. Не знаю, по какой причине. Потому что вот когда мы учились... Это печально. Да, я помню до сих пор все эти фамилии тех преподавателей, которые нам что-то давали. Блох, Галочкина, Подолянская, Бондарь. Все остались в памяти. Все остались в памяти и все что-то дали мне для того, чтобы я сейчас работал, функционировал. Сейчас как-то происходит странная трансформация. Это, наверное, отдельный разговор, довольно долгий, длинный. Мы побольше бы в институт, чтобы приходили люди, вот практики, и их не задалбывали какими-то администрированием их деятельности для студентов, а наоборот. И практику бы проводили бы. Творчество, чтобы приносили практические приемы, которые наработаны годами, студентам в институт. Как работать с заказчиком. Психология проекта. Управление проектом. Потому что же не секрет, что 15% мы нужны как свои творческие единицы, а все остальные проценты – это умение подать, продать, организовать. То есть 85% творчества. А 85%? Да, и студентам, когда говоришь, они говорят, как? Как это так? Они настроены творить. Мы же великие. Великие, правильно. Но только 15%. А 85% – это умение, техническое умение. Александр, я знаю, тем не менее, я была у вас в студии, и знаю, что там есть много молодежи. Вы берете ее, учите ее. Я знаю, что многие ваши питомцы потом, доученные, улетают по всему миру. Так? Ну, так сложилось. Значит, получается, нужны во всем мире. А вот как? Такая невязочка получается, Александр. А однако они по всему миру работают. Работают. И это замечательно, кстати. Пусть работают. Да, я гордо говорю, что у нас вот как стартовая площадка получилась. Очень много сейчас работает. Испания, Австралия, Новая Зеландия, Польша. Ну, вот видите, получается, значит, у нас хорошие архитекторы. Судя по тому, что они работают, находят в себе работу достаточно непростой отрасли, где это establishment мировой. Вот это как раз вопрос о гранте. Что такое архитектор? Архитектор входит в самые топовые профессии Европы, мира. Да, это так. Вы же знаете, как вам относятся, когда узнают, что вы архитектор? Ну да. Удивительно. Да, удивительно. Переходят на «вы». Переходят на «вы»? Да, и спрашиваешь, что же на «вы». Ну, так вы же 10 лет там учились, вы же архитектор. Я говорю, ну, мы же только что вчера на «ты» говорили. Но мы не знали, что вы архитектор. А вот теперь знаем. А теперь никак не сбить. Это «вы» и «вы» и все. Ну, такая история. Итак, вы стали архитектором. Я понимаю, что вы очень давно создали свою компанию. Она, наверное, ровесница нашей независимой Украины. Где-то примерно так. Наверное, очень. Почти что, почти что столько. Это пример удивительный абсолютно для Одессы. Где, во-первых, компаньоны по работе в какое-то время очень быстро расстаются в самом лучшем случае, в хороших отношениях, а в худшем еще по-другому. Как им удалось создать тогда и начать эту работу, эту работу по изменению Одессы? Я же понимаю, что это не только вопрос заработка. Александр, я прекрасно понимаю. Я пообщалась с вами и поняла, что для вас это вопрос идеи, вопрос эстетики, вопрос ответственного отношения к жизни. А деньги придут потом. Я глубоко в этом уверена. Да, да. Так и думаем. То есть деньги – это, конечно, важная штука, но не главное, когда ты сталкиваешься с какими-то решениями, которые должны быть в городе, то наступаешься даже иногда на горло, ну, деньги, деньгами, а иногда делаешь так, чтобы было красиво. Ну, да. Ваш компаньон, как вы сложили этот бизнес, как вы начали заниматься? Расскажите немножко более подробно. Я вижу, что не очень много любите говорить, но придется. Такой формат. Ну, да. Более 25 лет, 93-й год у нас как-то мы начали кристаллизироваться, как архитектурная группа ЛИД. С Игорем Коноваловым мы уже много лет дружим. Какой секрет? Ну, это терпимость, это желание, возможность и желание идти на компромиссы и быть просто внимательным друг к другу, не более того. Потому что за это время происходило всякое. Одно время друг к другу и плечи подставляли, и просто работали параллельно. Ну, вот это терпение и желание идти на компромисс, это залог успеха. Если есть это, тогда все хорошо. Если этого нет, то тогда начинаются все торговец. И именно честность и порядочность. Ну, это обязательно. Это как бы само собой разумеется, об этом даже можно не говорить. Да, это обязательно. Это очень важно, мне важно это слышать. Я всегда говорю о таких вещах, которые касаются этики отношений человеческих. И они именно работают всегда, безукоризненно. На твое зло тебе ответят злом, а на добро, когда-нибудь на тебя обязательно вернется. Да. Я посмотрела ваши работы. Они находятся в исторической, многие из них находятся в исторической части города и определяют лицо современной Одессы. Расскажите, пожалуйста, вот ваша философия архитектора. Я понимаю, что она у вас обязательно есть. Сложный вопрос философии. Конечно, тут как в медицине. Не навреди. Вот в условиях реконструкции исторического центра и режима строительства, проектирования в условиях исторического центра здесь вот четко, как у врача говорит, не навреди. Это важно. Второе, это, конечно, нужно стараться привносить современные нотки в архитектуре и современные приемы архитектуры в исторический центр. К сожалению, у нас тенденция другая. Тоже долгий отдельный разговор, почему это произошло и происходит. У нас хорошо получаются классические дома в неоклассическом стиле. Мы умеем, любим, нравятся. И очень хорошо получается. Но при этом это неправильный ход. Хотя запрос почему-то у общественности нет. Вот ты умеешь классику? Делай классику. Почему? Почему? Да, понимаю, город, он особенно центр. Но люди современные, которые имеют деньги, я понимаю, что все новое, это очень дорого, новые технологии, новые возможности. Почему они не экспериментируют? Расскажите, Александр. Чего не хватает нашим заказчикам? Общий образовательный уровень – раз. Второе – это всем почему-то кажется, что если классика, можно поштукатурить, покрасить, и как будто вроде бы дешево. Хотя не факт, не факт. Факт в том, что современные приемы, настоящие современные, не то, что мы видим в виде бесконечных жемчужин, а настоящая современная архитектура, она высокотехнологична и требует таких дорогих приемов и таких дорогих инженерных решений, конструктивных, что на сегодня, наверное, у нас нет просто потребителя данной продукции. Он крайне мал. Может быть, один-два заказчика могут… Но даже если они это заходят, то потребителя нет продукции. Это стоимость… По сколько увеличивается стоимость метра, допустим? Во сколько примерно? Намного, намного, да. В разы, да? Почти в два раза. Нет, ну не в разы. Ну в два раза. Поэтому пока мы не придем к уровню препотребления на уровне каких-то мировых стандартах, а это в среднем от 3000 долларов реализации покупки за квадратный метр, то к нам и не придут и технологии современные, потому что их надо за что-то купить. Либо меценатствовать заказчику, ну то не все хотят, либо даже наплачивать подконечный потребитель, то есть покупатель этой продукции. Пока это сложная взаимосвязь. Плюс еще экономические нюансы, связанные с стимулированием этого должно работать. То есть участок не должен выделяться в историческом центре и с него отбираться все возможные зазоры финансовые на вхождение в инфраструктуру города, а наоборот должны даваться льготные какие-то условия реализации этого проекта, освобождаться на какое-то время от налогов, позволить заказчику сделать здесь нечто интересное и дорогое. Но у нас пока такого нет. Это же драматные инвестиции, которые надо вложить. Может быть, поэтому не входят мировые сетевые всякие разные отели и прочие дорогие удовольствия, которых у нас нет? Ну, к сожалению, это в Одессе. В Киеве немножко получше. Все-таки столица столица. Но Одесса вот после того, как тут таможня, нефтеперевалка, все это переключилось на Киев, то в Одессе стало немножко не очень хорошо в этом плане. И вот именно эта тенденция должна быть как-то решена за счет льготных условий при получении этих участков, при строительстве. Вот все вместе должно работать. Ну, как минимум не мешать, не создавать приполные проблемы. Ну, никто не мешает сильно. Не мешают, сейчас не мешают. Ну, то есть тут в основном происходит естественный отбор денег. Новые технологии в архитектуре. Я понимаю, что вы участвуете в разных симпозиумах, конференциях, ездите по миру. Расскажите нам немножко, как все-таки развивается современная архитектура, к чему бы хотелось прийти? Что вам интересно? Ну, тоже вопрос объемный. Опять же, вот так, за пять минут не ответишь. Хотя бы общая тенденция. Общая тенденция. Ну, скажем так, про исторический центр. Возьмем, хотя бы ограничимся историческим центром Одессы. Мы здесь много работаем, вот в этом именно ареале. Побольше бы пространств для людей решить... Общественные зоны, да? Общественные зоны, да. Инфраструктура, связанная с привлечением людей, пешеходных, велосипедных, ну, короче, не на машинах. И решением по возможности транспортного вопроса. Под землю может быть уходить. Да, это инфраструктурные огромные проекты, которые решаются на уровне каких-то государственных фондов. Но сейчас мы все знаем, как выглядит все это, поэтому пока надо подождать. Надо подождать. Надо подождать, но не забывать про это. Надо понимать, что нужно делать новые развязки, кольцевые дороги. Прятать дороги под землю, уводить потоки, да. Ну, просто отрегулировать парковку на тротуарах, даже посмотреть на итальянские маленькие городишки, где тоже машин полно стоящих на тротуарах. Но они как-то стоят и дружат с пешеходами. Чуть-чуть компромисса, но дружат. А сейчас некоторые бордюры такие делают, что не заедешь. Надо это комплексно решать. Защита корневой системы деревьев, тротуары, подъезды, заезды с проезжей части. Все, опять же, комплексно. Но это долгий разговор, это отдельный разговор. Конечно. Мы сейчас поговорим все-таки о том, о ваших проектах наиболее интересные для вас проекты, которые были, которые остались для вас знаковыми. Не хочется об этом, чтобы услышали наши зрители. Каких проектов? Непосредственно ваших архитектурных, самых любимых, скажем так, есть ли такие, или все дети любимые? Все дети любимые, да. Тут можно это сказать. Есть, можно идти от свежего к дальнему. Наиболее яркий сейчас получается объект, это на пересечении Осипова, Осипова 40 и Большой Арнаутской. Ну, тот пример классики, неоклассики, о котором я и говорил. Да, красиво получается. Ворфеи в свое время делали в полирояле. Уютное, отрадное, ясное, там тоже много наших объектов. Но это надо рассматривать в какой-то контексте, о чем мы говорим. Просто говорить, похвастаться проектами, ну, это неправильно. Так, хорошо. Значит, вы, помимо всего прочего, еще и не хвастун. Это замечательно. Тогда поговорим вот о чем. Мне интересно, как работает ваша группа, как вообще управлять. Вот вы сказали, что 85% в это управление проектами. Как вы выстраиваете отношения со своими молодыми коллегами, со своей, с властью, со всеми, со всеми? Как вообще это делается? Ну, тут такая тема. Я сторонник все-таки специализации. Есть администраторы-архитекторы, есть архитекторы, ну, совсем летающие с карандашом по облакам. Есть архитекторы-проектировщики более жесткого, ну, то есть более предметно-производящие продукцию. Есть архитекторы, которые понемножечку в себе каждую из этой части совмещают. Какой вы? Не администратор точно, не летающий в облаках и не просто проектировщик. Ну, какая-то средняя величина, потому что я считаю, что с властью должен администратор заниматься, юрист, архитектор, но административные функции выполнять. Со строительством это управленческие аппараты, инженеры, что-то связанное в этом направлении. Здесь мы вообще сейчас переосмыслили работу с большими проектами. Ну, есть проекты индивидуальные, то есть особняки, резиденции. Там возможно все ухватить, и это реально. Но когда ты строишь, работаешь с большими комплексами и с большими строительными организациями, мы сотрудничаем практически со всеми, ну, вот, Будова тоже молодцы. Мы с ними очень много сделали объектов. И, видя их структуру, ты понимаешь, что ты, если туда полезешь работать в этой машине, помогать вроде ей, ты будешь мешать. Поэтому и мировая тенденция к тому идет, что есть архитектура фасадов, есть архитектура внутренностей, скажем так, зданий. Дизайн. Больших. Нет-нет, не дизайн. Даже не дизайн, а именно конструкция. Строительная конструкция. Да, и строительная документация. И вот мы большое время группе уделяем именно фасадам. Фасадам. Это отдельный вообще, вот сейчас во всем мире идет тенденция, это отдельный вообще слой работы, это вообще отдельная специфика. И вы специализируетесь. И вот так сложилось, и я об этом все время думаю, и видно, что ты все время об этом думаешь, так оно и происходит. Мы вот создаем красивые фасады, фактически одевая конструкции, разработанные производственным отделом строителей, мы одеваем в красивой одежде. Да, у нас происходит некая, как и у меня, деформация моих решений, так и деформация внутренних решений. Но это происходит на пограничном слое фасадов, не идем внутрь и находим всегда компромиссы. Яркий пример как раз два этих объекта на Осипова 40 и рядом Большая Арнаутская, где это очень удачно получилось. Получилось здорово, и все, в том числе и Будова, радостно показывают, как у них красиво это получается. И мне тоже. Это очень важно. То есть такая специализация более узкая, по-видимому, мир становится более... Ближе к красоте. Ближе к красоте. А для вас это очень важно? Важно. То есть вот не конструкции внутренние, то, что строители могут сами потянуть, допустим, там... Да, вот так сложилось, что практически при всех строительных фирмах, так как проектных институтов сейчас нет, есть проектные группы, которые заточены на свои технологические детали, нюансы и календарные графики. И им просто иногда некогда даже подойти к этим фасадам, если они подходят, то фасады получаются... На скорую руку. Ну, как получилось. Да. Вот. Поэтому в этом плане мы вот участвуем, работаем со всеми, сотрудничаем и хотим сотрудничать с любыми, кто желает так сделать красиво. Александр, у вас в самом деле красиво. Я не боюсь этого слова. Оно иногда... Представление многих людей нивелировано. У вас классика соседствует с умением мыслить современно. Она очень выверенная, она спокойная, она не китчивая ни на сколько. Между прочим, это сразу видно. Многое видела... Знаете, ты всегда умеешь сравнивать, когда ты много всего хорошего видел. Вот у вас как раз эта выдержанность, этот стиль, ваше глубокое понимание того, что вы делаете, ответственность перед городом, она все чувствуется и очень основательно, добротно и качественно. Так я это вижу. Думаю, что я права. Потом я вижу там очень много... Вы знаете, как поэты говорят с поэтами других прежних времен, точно так же архитекторы разговаривают, по-видимому, с архитекторами разных школ, направлений. Потому что я увидела у вас какие-то реминисценции, я узнала там каких-то архитекторов, которых я люблю. И я понимаю, что это же общее наследие. Мы маленький мир, и человечество обменивается. Оно становится все более и более глобальным. Я правильно понимаю это? Ну да. Ну вот вы говорите, как мы работаем с молодежью, или как я в группе работаю. Один из таких девизов, вот просто если ты уже идешь условно в классику или куда-то, и тебе надо что-то переварить, то ты попробуй перечертить то, что сделали зодчие до того, не испортив. Не испортив. То есть повтори. Серьезно? Не испортив. То есть да, может быть и отказаться от какого-то там момента, вносить свое. Но ты просто, если ты смог повторить и не испортить, просто один в один скопировать. Ничего страшного в этом нет. Мы же, когда люди учатся играть на фортепиано, только они что, сразу становятся шопенами? Это понятное дело. А кем они становятся? Абсолютно. Они играют постоянно всех классиков, и пока они не научатся их не портить соседям в усладу, то когда они научатся, только после этого они могут сказать, да, теперь мы можем начинать что-то сочинять. Или импровизировать. Или импровизировать, да. Но сначала научись играть базу. Так. Вот когда я учился в институте, так и говорила Подолянская о том, что ты научись, перечерти этот Воронцовский дворец, не изуродуй его. И вот мы их перечерчивали, 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 что-то получилось. А потом, конечно, нужно утворить, и это следующий этап. Вот это вот выпало, и студенты, или те новые сотрудники, которые к нам приходят, они приходят, открывают глаза и говорят, как? Мы думали, мы никогда вот мы там на первом курсе что-то чертили, а теперь это нужно чертить, да еще в масштабе 1 к 20, в человеческий рост чертежи. У них, да, действительно, у них шок, как это? Вот так. А кто это будет делать? Ну, когда-то были техники, там, лет так 60 назад были целая школа техников, архитекторов техников. Ну, сейчас их нет, поэтому приходится совмещать. Александр, скажите, дизайн все-таки продолжает, вот то, что хотели, может быть, вначале, и мама об этом думала, вот дизайн, вы хотели этого. А есть ли в вашей жизни дизайн сейчас, интерьеры и так далее? Да, 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 дизайн у нас идет, круппостоянно. Вы занимаетесь этим тоже, да? Интерьеры, интерьеры. Во-первых, интерьеры общественных зон тех же больших домов, которые мы строили. Это входит, как бы, даже в пакет при заказе. Потом начинаются интерьеры каких-то помещений общественных в этих же домах тоже часто. Но и помимо этого у нас очень много больших резиденций, квартир, которые полностью комплексом делаются. То есть от рытья фундамента и разработки конструкции. И через там 3-4 года человек получает уже готовое жилье со всей внутренней начинкой. Да, с совместным участием, конечно, но мы этим плотно и занимаемся. Это другая грань нашей студии. Участие в международных выставках, конкурсах. Участвуют ли архитекторы в конкурсах украинских, мировых? Есть ли какие-то там достижения? Насколько это важно все-таки быть корпорированным в общую систему мировую? Ну, про международные конкурсы бывает такое крайне редко, но слышал. Сам ни разу не участвовал, но слышал. Внутренние наши конкурсы по объективным сегодняшним ситуациям, они пока отсутствуют. Это большая беда. Хотя были всегда. Да, когда-то они были. Но потом это все нивелировалось тем, что конкурс делался заранее под какого-то архитектора, человека, единицу, которая уже определена заказчиками. Мы для общей картинки, он должен сказать, что да, вот у нас конкурс победил тот. Хотя были, я участвовал в таких конкурсах, и объективно работы были лучше, мощнее, чем тот. Побеждал тот. Сейчас некоторые заказчики, и слова опять же, им честь и хвала, внутренние конкурсы внутри себя на своей площадке все-таки объявляют. Причем некоторые это делают скрыто, пытаясь обмануть, и как-то вот это не очень интересное движение, но делают. А некоторые, наиболее продвинутые, они говорят, что да, вот я пригласил тебя, в этом проекте еще участвует такой-то и такой-то архитектор, и вот такая-то сумма твоих, то есть нету гонорара за выполненную работу, за получение приза. Нет, если ты выиграл, то ты получил уже и работу дальше. Но при этом продвинутые заказчики понимают, что бесплатный конкурс – это неправильно. И он назначает какую-то сумму, и ты сам для себя решаешь, за эти деньги ты поучаствуешь в этом конкурсе с ребятами, с твоими же друзьями, кстати, с которыми мы встречаемся очень часто, или нет. Да, вот это мне всегда такое нравится, и даже если мы не выигрываем, от этого получаем багаж. Не завидуете. Не, ну потому что столько работы хорошей и так много. Да, зависть тоже присутствует, но она в основном появляется и от ущербности, или же от жадности, или от бедности. А когда ты вот, ну, состоявшаяся… У тебя широкие дороги, а не зависть. Ты можешь идти дальше, это же конкуренция, это надо понимать. Я знаю, что если… Нельзя завидовать. Не надо завидовать. Никогда. И вы всегда поможете другому человеку, если к вам обратятся за какой-то репутационной оценкой, за советом, вы всегда порекомендуете… И проанализируя, что выигранная работа, что она, лучше или хуже. Если ты адекватный человек, ты поймешь, вот, допустим, действительно лучше. Ты себе это взял на вооружение. Это здорово. Это, я считаю, что это очень важные человеческие качества, которые помогают. И в Одессе ведь ничего же нельзя никого обмануть. В Одессе дурная слава впереди бежит. Как в этой ситуации вы замечательно сказали фразу одну мне. В Одессе можно обмануть только два раза. Первый и последний. И после этого ты будешь для всех одним и тем же обманщиком или там нехорошим человеком. Это очень важно. Мне показалось, что мы поговорили об очень важных вещах, потому что рассказывает человеке, я же хочу показать не только его, там, дифирамбу петь его, хотя вам можно петь дифирамбу легко. И никаких проблем для себя я в этом не вижу. Я понимаю, мы говорили же с вами несколько раз, встречались перед этим, обсуждали очень важные темы. Я хотела, чтобы вы донесли до наших зрителей тоже эти какие-то общие проблемы. Но в то же время программа пафосная, программа позитивная. Она рассказывает о людях, дело, которое умеет добиваться успеха. Поэтому она называется «Достояние Одессы», потому что я считаю, что это люди чести и достоинства. Я хочу сказать, что Александр Леонов – заслуженный архитектор Украины. Кстати, мне очень нравится то, что вы заслуженный архитектор Украины. Это связывает Одессу с Украиной, это связывает архитектора с Украиной. Это очень здорово. И я думаю, что это звание дается не даром. Основатель и соучредитель архитектурной группы ЛИК совместно с Игорем Коновалым является настоящим достоянием Одессы вместе со своим коллективом. Я желаю вам дальше творить на благо Одессы, строить новое, созидать. Спасибо. Это замечательно. Сегодня в гостях у меня был Александр Леонов, заслуженный архитектор Украины. Человек, который вместе со своими коллегами, вместе со своими друзьями, архитекторами изменяет Одессу, творит новый облик Одессы. Любите Одессу, радуйтесь ей. И я думаю, что Одесса ответит вам взаимностью. Всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч. Субтитры подогнали Симон.